Дробина имеет такой вид, потому что она перья вбивает вглубь тела, и там начинается нагноение, от чего она и зеленая. Дробина вот, вот это то, что ее окружает. Пять дробин в теле, три операции, впереди долгая реабилитация. А началось все под Нарьянмаром. В период весенней миграции нашелся человек, который выстрелил в краснокнижную птицу орла на белохвоста. Был местный житель, который ехал в сторону населенного пункта, который называется Пылемец. Там ему сказали, что видели орланы. Он приехал на это место, увидел птицу, он ее взял с собой и привез в Нарьянмар. А потом он обратился в департамент природных ресурсов, и вот узнав, что он обратился, мы связались с ним и с департаментом. И организовали совместно выезд птицы вот сюда, к вам, в реабилитационный центр. В Дарвинском заповеднике работает орнитолог Мирослав Бабушкин. Ученый специализируется на орлане белохвосте. Также на заповедной территории действует реабилитационный центр для хищных птиц. Сюда орлана везли самолетом, на машине. Специалистов Всемирного фонда дикоприроды Мирослав Бабушкин и авторы программы «Заметки натуралистов» встретили под Вологдой. В пути птица вела себя спокойно, и уже через два часа орлана оперировал череповецкий ветеринарный врач Константин Клоков. Здесь птице повезло, но это такое везение второго сорта. Настоящему бы повезло, если бы промахнулся браконьер. Но тут тоже везение есть. Почему? Это предплечье, и здесь сломана одна кость, а вторая целая. Поэтому вторая кость играет роль шины. Между ними натянута прочная мембрана, и она не дает этой кости уйти в сторону. В ходе первой операции врач извлек две самые опасные дробины. Орлану назначили специальное лечение, чтобы предотвратить воспалительные процессы. «Птицы очень легко переносят газовый наркоз. То есть это практически оперировать птиц, не имея в распоряжении аппаратуры для газовой анестезии. Очень трудно, но почти невозможно. А в данном случае, то есть буквально после выключения потока газа, через 2-3 минуты птица просыпается, приходит в себя. Сейчас она находится в кислородной камере. А сама операция прошла успешно. У нее очень высокий шанс восстановиться до состояния возможности возвращения в природу у нее есть. Довольно большой. Спустя пару дней провели еще две операции. В итоге из тела птицы извлекли все дробины. Чтобы скрепить кости, пришлось даже придумать и смастерить специальный каркас. Что-то вроде аппарата Элизарова. Сейчас самое главное ее максимально обездвижить с точки зрения, чтобы крыльями не было возможности работать крыльями, махать. Поэтому, к сожалению, первое время, порядка полутора-двух недель придется жить в такой попоне. Но в целом, судя по тому, как птица себя пришла после операции, я думаю, что, исходя из нашего опыта, все будет хорошо. Сейчас орлан находится в реабилитационном центре Дарвинского заповедника. Приходит в себя, начал кушать. Кстати, мальчик это или девочка пока неизвестно. По внешним признакам пол у этого хищника определить трудно. Орнитолог Дарвинского заповедника планирует провести генетический анализ. В любом случае, имя уже выбрано Нарьян или Нарьяна. После физического восстановления птица пройдет курс реабилитации в новом круговом вольере, чтобы заново научиться летать. Когда и при каких условиях редкий хищник сможет полноценно вернуться в дикую природу, расскажем в очередном выпуске программы «Заметки натуралиста» во вторник, 21 апреля в 20.15. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.